Беляевский консервный завод Леновской районной организации Украинской морской партии Валентин Федоров и глава Одесского областного союза ветеранов Афганистана Афанасий Радукан пообщались с работниками завода. Вот пример тому, как нужно относиться к производству. Не собрали продукцию и полуфабрикат вывезли за рубеж, за копейки отдали. Для того, чтобы мы были конкурентно способны, нужно выращивать хорошую продукцию, переработать ее, а потом реализовать. Вот есть вам элементарные азы экономики. Консервный завод наладил непрерывную производственную цепочку. От сырья с полей до готовой продукции. Предприятие имеет собственное сельскохозяйственное производство. И на одесских полях выращивается продукция, которая потом идет в консервирование. Производство построено также на ручной работе. Мастера сами перебирают ядра кукурузы, потому что техника не справится с такой кропотливой работой. Это все вручную, вот стоят, и вручную вот так все делается, да? Да, плодотворный, тяжелый труд, но, тем не менее, изумительная продукция. И, по сути, у нас находится холодильная камера, где замораживается 300 тонн в час. То есть, производитель с ее 200 тонн. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов посетил все цеха и хранилища, которые есть на заводе. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области отметил, что качество продуктов и условия их хранения перед продажей на высоком уровне. Всеми любимая продукция от торговой марки «Господарочка» пользуется спросом и далеко за пределами нашей области. В странах СНГ, Европы, Азии и даже США. Продукция, которая гордится, наверное, не только в Украине. Они ведут 28 стран. И качественная продукция. Предприятие, включая в себя производство зеленого горошка кукурузы, мы производим как замороженную продукцию для дальнейшего перепроизводства или реализации, так и полный цикл. Это баночка, которая не уступает своим качествам нашим конкурентам, даже лучше. Также мы имеем возможность перерабатывать томаты в астетические мешки для дальнейшей либо переработки, либо хранения для собственных нужд. Также перерабатываем фруктовые, производим фруктовые полуфабрикаты. В структуру завода входит 4 производственных комплекса в Одессе, Беляевке, Красной Косе и Авидиополе, на которых работает несколько тысяч человек. А это все рабочие места и налоги в бюджет Одессы и тех городов области, где располагаются его филиалы. Дело в том, что завод находится территориально вблизи полей, что само по себе уже очень важно для того, чтобы вовремя принять и переработать свежую продукцию. Представитель Украинской морской партии Сергея Кивалова Юрий Равинский уверяет, что ОМП – это единственная политическая сила, которая поддерживает промышленное производство. В наше время важно приехать и пройтись по заводу, изучить проблемы, познакомиться с персоналом, что и сделал лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Чиновники на этом предприятии – редкие гости. Мы изучаем опыт и самое главное, хотим все то, что делается здесь, в Беляевском консервном заводе, переместить на другие районы, чтобы в каждом районе, по мере возможности, создавать такие предприятия. Мы берем этот завод как локомотив, чтобы он влился в экономику, чтобы люди были заняты на производстве. Вот такая главная задача Украинской морской партии. Единственная сегодня партия, которая совершенно неравнодушна к бедам и проблемам не только сельхозпроизводителей, но и тех, и переработчикам. Тот интерес искренний, который проявляет Сергей Васильевич к производству, заслуживает большого-большого уважения и интереса. Я благодарю его и партию за ту помощь, которую он оказывает. Спасибо. Важным ресурсом бесперебойной работы производства является наличие квалифицированных кадров, которые пришли на завод в молодом возрасте и работают до сих пор. Они отмечают, что видят работу Сергея Кивалова и готовы поддерживать Украинскую морскую партию на предстоящих местных выборах. Сергей Васильевич интересуется, как мы работаем, и мы хотим за него голосовать, мы будем за него голосовать, потому что он очень совестный и добрый человек. Украинская морская партия Сергея Кивалова готова всячески поддерживать предприятия Одесского региона. В свою очередь коллектив завода ждет от команды полицилы в местных советах решительных изменений, направленных на улучшение жизни в Одессе и области.